Друзья, сейчас я вам расскажу о пляже Голубицкой. Голубицкий пляж делится как бы на 4 сектора. Вот этот сектор, где и сытный дворик, где частный сектор в основном, он такой, он полуобжитой, полуцивильный, полунецивильный. Здесь нет переодевалок, туалетов. Нет, есть переодевалки. Ну, с туалетами как бы есть небольшой аттракцион. И, переходя вот по этому перешейку, здесь меленько, волны бьют, приятно идти по воде. Здесь попадаем под падающую стену. Падающая опорная стена. Но здесь, как мы уже показывали, купаться нельзя, находиться вообще нельзя. Но люди вот находятся, купаются. Смертники. Ну, что же делать. У каждого свой адреналин. Даже я вот иду. И как бы неприятно. Наклон стены где-то градусов 15. Может быть даже больше. Неохота к ней подходить с транспортиром. И мерить уголок. Я вам сейчас покажу, насколько она отклонилась. Здесь надписи. Стой. Опасно. Не подходить. И вот такой разлом. Опорные стены. Как она падает. И купающиеся, отдыхающие люди. Ну, что делать. У каждого своя судьба. Это у нас как бы вторая часть пляжа. Так сказать, брошенная, заброшенная. Почему? Потому что здесь очень много заброшенных домов отдыха на этой полосе. Людям сюда добираться тяжело. Выхода нету. К морю. Почему? Сейчас покажу. Вот эти все спуски с бетонными лесенками. Видите? Они все закрытые, заваренные. Выхода нет. О, кстати. Медуз. Повыкидывало многовато. Вон медузки. В общем, медузки есть. Кусаются такие медузки с синей каемочкой. Называются горгоны, по-моему. Что-то я такое слышал. У нас Катюшку одну ужалило. Ну, в общем, опять и здесь тоже не подходить. Не подходить. Здесь наклон меньше у опорной стены. Но он все равно присутствует. А вот здесь красиво всегда выстраиваются чаечки. Вон они сидят. Ждут свои рыбки или свои волны. Я не скажу, что это дикий пляж. Это просто брошенный. Брошенный пляж. Сейчас мы поднимемся на одну из лесенок. Лишь бы она не упала. Ну, вот о чем я и говорил. Пол лесенки упала. А половинка лесенки осталась. Так что ей подниматься-то страшно. Так, как бы на медузок не наступить, не сделать им больно. Ну, давайте поднимемся, посмотрим, что за корпуса здесь. Здесь у нас лесенка целая. Надеемся, что не упадет. Да, вот такая брошенная территория. Вот трехэтажные корпуса. Кирпичные. Здесь даже когда-то туалет, переодевалки были. Все это заброшено. Такая большая территория прибрежная и брошенная. Видите, здесь, соответственно, люди не доходят и не появляются. Влево и вправо. Это, так сказать, брошенный пляж. Вторая часть Голубицкой. Сейчас мы перейдем к центральному пляжу. Где самая активная жизнь. Ах да! А как же вода? Да вода, ребята, просто теплая. Наверное, градусов 26-27. Ногам просто приятно. Заходишь и нет вот такого вот содрогания. Единственное, ветерок. Ну, ветерок, вот видите, какие волны гонят. Но на этих волнах очень классно кататься. Ну, вот кто хочет небольшое уединение, здесь сюда приходят и здесь загорают, чтобы поменьше людей было. Это можно пройти слева и справа. После заброшенного сектора, заброшенных вот этих всех дач, есть самый первый выход к морю. Здесь небольшая аллея, в которой можно сувенирчики, всякие надувные матрасы, круги. И вот можно выйти уже первый выход к морю. Вот этот вот заброшенный. И переход к центральному. У центрального мы сейчас попадем в переход вот через это вот кафе. И видите, люди переходят. Вот здесь строят еще одни новые базы отдыха. Можно было идти использовать, которые старые, советские. Но у каждого в своем видении, свое мышление. Лучше построить новое, чем переделывать старое. Наверное, так проще. А нам вот к этому кафе. Здесь уже в конце брошенного частной пляжи. И вот нас встречает кафе, которое стоит прям в море. И вот такие экзотические коряжки здесь есть, в которых можно посидеть, отдохнуть. Вместо лавочек. Пройдем через кафешку. Здесь главное аккуратненько зайти. Пока никого нет. И мы попали на центральный пляж. И вот здесь уже цивилизация. Музыка играет. Переодевалки. Чебуреки. И все остальное. Здесь уже народу вон сколько купается. Даже здесь есть вышка спасательная. Даже некуда сидит. Вот спасатель. Спасает кого-то в телефоне. Вот такую мы выдали лодочку. Смешную. Потешно. Ну и вот этот вот центральный пляж. Здесь кафе. Всякие закусочные. Детская площадка. Здесь мы тоже кушали, кстати, чебуреки мороженое. Очень вкусные. Вот такой аттракцион. Интересно, горка нагревается? Нет. Наверное, да. На солнце стоит. Вот парни отдыхают. Работа вы не отдыхаете. Я же говорю, отдыхают. Вы не работаете. Ну а здесь детишки может прокатиться. Здесь уже шезлонги. Можно взять отдохнуть. Здесь перекусить. В общем, здорово-здорово. Цивилизация. Одним словом, даже спасательные круги есть. Есть туалеты. Душевые кабинки. Здесь уже небольшая цивилизация присутствует. И в конце душевых кабин. Вкусная. А вот здесь вот мороженое. Мороженое вот это очень вкусное. Выйдя с центрального пляжа, мы попадаем на площадь. Которую, кстати, во время дождя прилично очень сильно затапливает. Поэтому будьте внимательны и аккуратны. Вот три дня назад был дождь. Осталась у нас вот такая еще лужа. От потопа. Здесь вся площадь была затоплена машином. Было практически поверх колеса. Так что можете представить, сколько было здесь воды. У нас впереди стоит дом-перевертыш. Экскурсия в доме-перевертыш 300 рублей. Хоть для кого. Но по сравнению с московскими ценами это, конечно, недорого. Но почему-то наш ребенок не захотел в него идти. Предложили. Он сказал, что нет, не хочу в этот дом-перевертыш идти. Вот так вот поймите детишек. Здесь же на этой центральной площади дом енота. Вот енотик. Еще енотики. А вот за гостиницей трехэтажной уже сама крокодиловая ферма. Которую у нас ходил ребенок. Ей очень понравилось. Была просто в восторге от того, что ей дали поддержать крокодила. Мы сейчас с вами на третьей части пляжа в станице Голубицкая. Это так называемый центральный пляж. И вот здесь иногда бьет вулкан, который последний раз бил в 2015 году. Даже вот песок есть черный. Вулканической породы. На центральном пляже есть вот такой вал. Из песка сделан из ракушечника. Который приготсекает ветер. Если спуститься, здесь становится уже тихо. И здесь можно уже остановиться на машине. Так сказать, в кемпинге. Палатку поставить. И здесь жить, отдыхать. Приезжать и наслаждаться. Кстати, здесь вот справа есть грязевое озеро. В котором люди мажут суставы. Говорят, помогает. Ну, у тех, у кого суставы не болят. Те пока еще не пользуются грязевыми ваннами. Наверное, время не пришло. Давайте выйдем к берегу. Посмотрим, как здесь. Вот даже здесь она уже грязь начинается. Главное нам не уехать. И не измазаться в ней. Вот люди лечат свои суставы. Даже там на берегу находят, мазюкают. Интересно, по времени, сколько надо наслаждаться грязью. Кто-то вон совсем испачкался. В общем, вот такое лечебное озеро. Здесь тоже есть. В 50 метрах от моря. Ну, а здесь какое-то прям болото. Болото, болото, болото. Пройдя третью часть пляжа. Так называемую центральную. Мы упираемся вот в эти вот графские развалины. Которые не дают нам пройти по берегу. Чтобы их обойти, эти графские развалины. Которые в простонародье так назвали. Не знаю почему. Это просто сломанная какая-то база. Груда наваленного железобетона, шифера. Арматуры. И что попало сбоку бантик. В общем, вот сюда навалили. И чтобы ее обойти, надо обойти вот эту всю территорию огороженную. Ну, давайте посмотрим, что тут навалили. Может, что пригодится. Такие вот брошенные будочки здесь стоят. Осторожно обваливается. В общем, натворили делов. А теперь никто убирать это не хочет. Вот. Графские развалины. Зачем сюда было стаскивать? Графские развалины здесь лежат и валяются. А за ними начинается дикий пляж, где практически никого нет. Ну, что сказать. Хоть это и дикие развалины были, приграждали нам переход к дикому пляжу. Мы его видели, мы вам еще его покажем. Увидите его вслед в другом видео. Там тоже интересно. Спуск к берегу самым необычным. По извилистой грунтовой дорожке. Где даже машины многие начинают плавать и юзать. Заканчиваем наш обзор всех пляжей Голубицкого. И под итогу хочу сказать. Хоть он вот такой вот, вроде бы, кто-то скажет, неказистый. Не очень красивый, мало оборудованный. И не айс. Нам он очень нравится. Нам он стал просто родным. Близким. И мы очень рады, что мы здесь приехали. Сюда приехали, отдохнули. И классно провели время. Ну все. Побежал к своей семье. Горячо любимый. Оставайтесь с ним.